Да, Светлана Анатольевна абсолютно правильно угадала мой последний слайд по поводу трижды негативного молекулярного потипа. Что же получается, что разные типы, которые мы сегодня рассмотрели и самый агрессивный, с плохим прогнозом, действительно скрывается очень часто под маской доброкачественного образования. Итак, трижды негативный рак молочной железы – это особый потип, который не экспрессирует рецептор эстрогена, прогестерона и рецептор 2 эпидермального фактора роста. Сокращенно онкологи называют его HER2. Имеет клинические особенности, которые включают высокую инвазивность, высокий метастатический потенциал, склонность к рецидивам и плохой прогноз. К сожалению, трижды негативные раки чаще всего встречаются у молодых женщин в премии на паузе в возрасте до 40 лет, который составляет примерно 15-20% всех больных раком молочной железы. Как сказала Елена Валерьевна, у пациенток, которые на фоне беременности, на фоне лактации, если диагностируется рак, то чаще всего это HER2 позитивный молекулярный потип или трижды негативный. То есть это агрессивные формы рака. Также трижды негативный рак часто ассоциирован с генными мутациями. По сравнению с другими потипами рака молочной железы, выживаемость пациента с трижды негативным раком меньше, а уровень смертности составляет 40% в течение первых 5 лет после постановки диагноза. Трижды негативный рак высокоинвазивный. Примерно у 46 пациентов наблюдается отдаленный метастаз в момент установки диагноза. Медиана выживаемости после метастазирования составляет всего 13,3 месяца. А частота рецидивов после операции составляет 25%. Это значит, что нам, врачам, диагностам, конечно, надо быть на страже. И тем не менее, постулат раннего выявления равно лучший эффект лечения. Он остается и в этом случае. Медицинская визуализация. И как мы уже сказали, что он прячется под маской доброкачественных образований. Трижды негативный рак. Чаще других потипов демонстрирует четкий контур. Особенно, когда еще самые маленькие размеры. Когда он разрастается, когда он становится большим. Он уже теряет вот эту особенность. Но при маленьких размерах, именно при ранней диагностике, он чаще всего демонстрирует четкий контур. Что связывает именно с агрессивным, пролиферирующим, раздвигающим ткани ростом. В то время, как опухоль низкой степени злокачественности, с большей вероятностью, вызывает десмопластическую реакцию. О чем мы говорили. Вот этот ореол вокруг опухоли. Опухоль успевает вырастать в окружающие ткани. И ткани успевают от нее защищаться десмопластической реакцией. Что приводит к формированию неровного, нечеткого контура. Что мы наблюдаем при люминальных типах. Радиогеномный анализ. Данных при раке молочной железы в основном сосредоточен на МРТ с динамическим контрастным усилением. Потому что контрастное усиление коррелирует с воскоррелизацией опухоли. Что может служить для финициальной диагностики между различными гистологическими потипами. Действительно, огромное количество публикаций. Когда я готовилась к сегодняшнему докладу, большая часть посвящена именно МРТ молочных желез. Давайте разбираться. Начнем с МРС-миотики трижды негативного рака. В исследовании, проведенной ГРИМ, в котором приняли участие 278 больных рака молочной железы, было обнаружено, что трижды негативный рак на МРТ чаще, чем другие потипы, имеет круглую форму. В другом исследовании сообщает, что из 140 случаев трижды негативный рак, 57% демонстрировали по МРТ кольцевидный пантерн контрастирования, что может быть обусловлено большой центральной зоной некроза в опухоли. Давайте посмотрим с вами на изображение. Конечно, грамотный врач, который будет оценивать МРТ, поймет, что это не киста с воспалением вокруг. Есть и другие серии, другие проекции. Это солидное образование, которое имеет кольцевидный паттерн контрастирования. Но мне попадали заключения, когда при анализе МР-разображений трижды негативного рака писали, что это киста с признаками воспаления по периферии. Мультипариметрическая магнитно-резонансная томография с динамической контрастной визуализацией изначально характеризуется быстрым накоплением и быстрым вымыванием контрастного вещества. То есть это будет вот такая крутая третья кинетическая кривая. Характеристики измеряемого коэффициента диффузии вместе с картами вымывания могут быть оценены как потенциальные биомаркеры для выявления трижды негативного рака. ИКД отражает клеточность опухоль, содержание воды, количество фиброзной стромы и целостность клеточной мембраны. Но нужно понимать, что среднее значение КД именно для трижды негативного рака будет немного выше, чем у других молекулярных подтипов, а также это можно объяснить вот этой зоной некроза, где не будет высокой целлюлярности. Момографическая семиотика. Чаще всего на мамограмме мы анализируем такие характеристики, как наличие или отсутствие микрокальцинатов, их морфология, форма, контур структуры и плотность узла, узлового образования и участки асимметрии, нарушения архитектоники. Так вот, трижды негативный молекулярный потеп, помимо того, что он будет определяться как узловая форма рака, это округлый овальный узел с хорошо очерченными микродольченными контурами, но все-таки для него не характерно наличие микрокальцинатов по сравнению с другими молекулярными потепами. И мы тут можем быть бессильны, увидев вот такую картину в прямом графическом исследовании. И понять, только глядя на мамограмму, что это киста, фиброденомы или трижды негативный рак, не представляется возможным. Ультразвуковая семиотика трижды негативного молекулярного потепа. Опять же, помимо овальной формы четкие контуры, обратите внимание, в B-режиме, ну прям фиброденомы фиброденомы. Ну вот практически, если особо не углубляться и посмотреть только в B-режиме, ну можно поставить еще кисту с густым содержимым. Но у нас с вами есть арсенал дополнительных методик, дополнительных технологий. Это доплер, эластография. И вот тут уже может быть подсказка, потому что трижды негативные раки – это вискулизированные опухоли, но они будут иметь аваскулярный или гиповаскулярный центр за счет уже быстрого роста и формирования участков некроза в центре опухолевого узла. Это будет хорошо улавливать доплер, это будет хорошо улавливать все контрастные методики. УЗИ с контрастом, маммография с контрастом, МРТ с контрастом. У нас есть технология эластографии, сдвиговая, компрессионная. И вот здесь тоже есть нюансы. Это будут узлы с повышенной жесткостью, но центральная зона некроза может давать мягкий эластотип. И здесь будет такой перевернутый третий эластотип. Стандартно, если мы берем, то там жесткая середина и мягкая периферия, то у трижды негативного рака мы можем увидеть жесткую периферию, где растущая ткань узла и эластичный центр, который соответствует зоне некроза. Суммарно, если мы посмотрим на трижды негативный рак, то это на маммографии узловые образования овальной формы с четким контуром без микрокальцинатов. Но УЗИ – это четкие узлы с васкурилизацией активной по периферии и гетерогенной жесткостью при эластографии. И МРТ – это вот такой патогноманичный признак. Это кольцевидный паттерн контрастирования по МРТ. Дифференциальный диагноз. Что будет иметь такие же характеристики? Тут, наверное, не очень правильный дифференциальный диагноз, потому что в этом ряду есть и доброкачественное, и злокачественное новообразование. Но давайте разберем, какие образования молочной железы имеют похожие визуальные паттерны. Фиброденома – сложная киста, филоидная опухоль, саркома. Фиброденомы, когда они маленькие или больших размеров, они имеют схожие характеристики. Конечно, их контрастирование будет отличаться на МРТ. По УЗИ они могут иметь также различную гетерогенную структуру. Чаще всего это гипоэхогенные овальные образования с четким контуром. Но визуализация фиброденома также разнообразна. Все это нужно учитывать. Ну и, наверное, правило номер один. Если вы хоть немножко сомневаетесь, то обязательное выполнение гистологического и иммуногистохимического исследования. Сложные кисты. Да, если мы возьмем классификацию Байрац, то там как раз описываются простые сложные кисты. Сложные кисты с перегородками, с наличием густого содержимого, с осадком. Ну, казалось бы, что здесь сложного, но анализируя пропуски в медицинкологии Петрова, трижды негативные раки в последнее время все чаще прячутся за диагнозом сложная киста. Врач думает, что это киста с густым содержимым. Ставит такой диагноз. Потом либо ретроспективно мы понимаем, что это была ошибка, либо уже на гистологическом исследовании. Поэтому вот тут, конечно, с одной стороны, сложная киста – это густое содержимое. Там не должно быть кровотока ни в структуре, ни по периферии. Это будет совершенно эластичная структура. Но без мультипараметрической оценки, без оценки разными методами диагностики, мы, конечно, не сможем четко поставить диагноз. Ну, филоидная опухоль, она имеет схожие характеристики. Это овальное четко очерченное образование с такими кистозными включениями в структуре, что также может быть схоже с трижды негативным раком. Филоидная опухоль склонна к очень быстрому, бурному росту. И, конечно, мы ее всегда рассматриваем как потенциально злокачественное новообразование, хотя она может быть доброкачественной, пограничной, злокачественной. И схожую картину, схожий визуальный паттерн может иметь саркома молочной железы. Кстати, вот все самые агрессивные формы, метапластический рак, о котором он говорил, патоморфолог, да, они все имеют четкий контур, характеризующийся быстрым раздвигающим ростом и участки некроза в структуре. Но для саркома это будет контрастирование, ну, так скажем, оно характеризуется по всем перегородкам, то есть это будет гипер-гиперваскулярная опухоль. Если такого термина не существует, но я бы назвала, при контрастировании это будет прям пожар, да, то есть это будет яркое-яркое гиперваскулярное образование. Но все равно, даже увеличиваясь, она будет все равно сохранять свои четкие контуры. Вот саркома молочной железы на разрезе, и мы видим с вами, да, абсолютно четкие контуры. Ну и в заключении хотела бы представить клиническое наблюдение из своей практики. И как бы здесь много поводов для анализа, и как раз почему стала проводить дальнейшее расследование, потому что понимая кинетику этого трижды негативного рака, его коварность, да, это не значит, что мы теперь должны с вами подозревать любую кисту, что там прячется трижды негативный рак. Но учитывая клиническую информацию, анамнез, нужно обязательно. Итак, пациентка в 2018 году прошла лечение по поводу трижды негативного рака правой молочной железы Т1Н1М0. Была выполнена органосохраняющая операция в Израиле. Проведена полихимиотерапия и адювантная гормонотерапия. В 2021 году произошел рецидив, ампутация правой молочной железы и курс адювантной монохимиотерапии. В 2023 году пациентка приезжает на ультразвуковое исследование молочной железы. Клинических никаких предпосылок по другим методам исследования, никаких подозрений, что существует либо рецидив, либо процесс контрлатеральной молочной железы нет. Я провожу ультразвуковое исследование и, так скажем, мой глаз натыкается вот на такое небольшое образование 5х4 мм. Расположено достаточно глубоко в молочной железе, это около 2 см глубиной. Большой объем молочной железы, так скажем, я вот просто стою датчиком на этом образовании и начинаю анализировать. Я не вижу активного кровотока, я не вижу жесткой структуры, оно слишком маленькое для интерпретации. Но я понимаю, что здесь анамнез, и не только анамнез, что здесь было онкологическое заболевание, здесь был трижды негативный рак молочной железы, тут был рецидив трижды негативного рака. Выполнить биопсию, не выполнить биопсию. Я вот стою и думаю, да, вот у меня в голове проносятся вот эти мысли. Как принять решение? Выполнять биопсию или отправить на 2-3 месяца, а потом сделать контроль? Я отправляю ее на МРТ. Ну и никаких сомнений, никаких сомнений, потому что гиперваскулярное образование, кальцевидный паттерн, да, вот этот характерный, при том, что оно очень маленькое. Но тем не менее, обратите внимание, да, уже есть питающий сосуд, который подходит к этому образованию. И при полипроекционном анализе в разных плоскостях, да, мы находим второй фокус. То есть там уже два фокуса трижды негативного рака. По диффузионно-взвешенным изображениям высокий сигнал на ДВИ и измеряемый коэффициент диффузии 0,5. Да, то есть здесь однозначно получается метахронная мультифокальная билатеральная карцинома молочной железы. Вот так из маленькой штучки 5 мм, да, раскрутили клубок и нету поражения акселярных лимфатических узлов. Я очень надеюсь, что успели вовремя. Сама выполнила биопсию. Вот обратите внимание, да, что глубокое залегание опухоли, практически центральное расположение. Очень сложно было подобраться. Но, тем не менее, биопсия была взята, трижды негативный молекулярный потип, и пациентке выполнена мастэктомия слева с биопсией сигнальных лимфатических узлов. Казалось бы, маленькое образование, можно сделать органно-сохраняющую операцию. Но мы знаем коварство этого потипа, поэтому здесь, конечно, обосновано выполнение мастэктомии с биопсией сигнальных лимфатических узлов. Ну и в заключении, диагностика трижды негативного рака вызывает определенные трудности, так как он часто прячется за маской доброкачественного образования. И тщательный мультимодальный и мультипараметрический анализ, я бы еще добавила, и наше клиническое мышление, позволит не пропустить столь грозное заболевание. Спасибо.